Салют, друзья, у микрофона Мейстаркей, добро пожаловать в GTA 5 RP, это Радмир, второй сервер, вот и пришел тот день, день нашей казни, и вы, наверное, думаете, а чего ты тогда радуешь, если сегодня тебя и Макса будут казнить, но, ребят, последний день жизни, его нужно провести достойно, Макс, он тоже, пожалуйста, танцует, плюс, самое главное, мы разминаемся, потому что сейчас нас будет ждать обалденный последний обед, я уже заказал себе вареного омара, камчатского краба, такого самого большого в мире, устрицы, кальмары и другие морепродукты, все это, наверное, уже ждет меня в моей камере, поэтому нужно туда отправляться, и плюс, мы не забрали еще сюрприз, который нам обещал качок, Макс, как ты думаешь, какой вообще сюрприз нам качок обещал, еще нам, да, я без понятия, ну, возможно, это какой-нибудь вкусный соус к нашему обеду, может быть, что-нибудь такое, Ну, надеюсь, это будет не кетчуп-то, хе-хе-хе А ты вот омарского краба заказал? А, камчатского краба, прямиком из Владивостока сюда доставили, небось, надеюсь, его не выувели где-нибудь в соседнем пруду, но, как бы там ни было, и что бы сегодня не произошло, ребят, мы все равно будем продолжать играть на втором серии Радмира, и я вас приглашаю играть вместе с нами, тем более, что прямо сейчас, бесплатно в Epic Games Store раздают GTA V, берите лицензию и скачивайте лаунчер по ссылочке в описании, А когда зайдете на сервер, обязательно вводите мой промокод, мистер Кей, маленькими буквами, и получите 50 тысяч долларов, а если введете мой личный промокод, то получите в два раза больше денег, 100 тысяч долларов спустя 10 часов игры Ну что, я готов забрать тот самый сюрприз, он сказал, что когда нас выпустят на прогулку, сюрприз будет нас ждать там, я надеюсь, что действительно так Но нет там самого качка, как бы сюрприз-то он нам должен дать, а качка самого я не вижу, где петух-то? А нахрен мне петушара это сдался, скажи, мне главное, чтобы было, мы убили человека, и нам нужно вознаграждение за это убийство, понимаешь? Ну хорошо, но я не вижу никакого сюрприза, вот смотри, стауэй, за которым сидит петух, и ни на одном столе ничего я не наблюдаю, мне кажется, он еще не пришел, может быть его в карцер посадили, и он нам не успеет дать сюрпризик-то, а? Петуха в карцер? Не смеши меня, петуха никогда в карцер не посадят Ну да, силушек не хватит его туда запихнуть А что это за продолговатые предметы? Так, фонари лежат, фонари прямо за столом самого петуха Так, ну это стол петуха, мы знаем, подожди, но он сказал, что нас будет ждать, это здесь, ладно, я предуспязан Зачем мне фонарь вообще, я не понял Слушай, это и есть сюрприз, что нам освещать нашу светлую жизнь дальше, зачем действительно нам фонарь? Петух идет Так, давай у него туда спросим, зачем он нам решил фонарь дать? Может быть это часть какого-то пазла? У нас же в туалете лампочка перегорела, я понял Слушай, озаботится Чтобы на последний раз в туалет сходить и не подскользнуться, правильно? Заботится все правильно, молодец, петух, смотрите, мы как семья ему, понимаешь, вот он и заботится Ну да, ну да, ну да, ну да, ну давай что ли, навстречу мы пойдем, не будем терять его время Петух, здорово, день добрый Здорово, здорово Здорово, петух, здорово, Дуванчик У нас вопрос к тебе Вы взяли уже подарки мои? Да, мы взяли фонари, но зачем нам фонари? А это вы сейчас узнаете, пойдемте за мной А это получается не весь подарок что ли было? Ну частично Макс, что думаешь? Я ничего не думаю, я не понимаю, он куда-то нас ведет или что? Ну, он возможно нам дал фонари, нам нужно будет сейчас, наверное, зайти в какую-то кладовку и найти подарок там, знаешь? Квест пройти Квесты? Тюремные квесты? Это что-то интересное Бокс номер 4? Что-то страшно звучит, что за бокс номер 4? Надеюсь, там не стул наш стоит на электрический? Вроде казни еще не пришло время Ну, в общем-то, был у меня один знакомый, которого посадили на 30 лет сюда 29 лет, 11 месяцев, из которых он тут рыл туннель, чтобы выбраться на свободу Но вот незадача вот произошла, в последний же месяц у него сердечный приступ случился Ё-моё Ну, я подумал, что просто так простаивать ему не стоит, я бы его лучше вам отдал Чтобы вы у него прошли и ушли отсюда Вам тут делать нечего А как же ты? А зачем под вас с нами тогда? Да мне тут и хорошо Меня обычный мир не примет, понимаете? Ну да, он же здесь авторитет все-таки Уже все его тут знают, боятся Ну да, кормят, занимаются спортом А на свободе-то, там уже другие законы действуют Ну да, место здесь хорошее для тебя Куча свободного времени для спорта Хорошее питание, понимаем, понимаем Но вам тут делать нечего, ребят Ну, туннель на свободу Ты серьезно сейчас или это шутка какая-то? Серьезно, вот для этого вам фонарики понадобятся Боже, я не могу в это поверить, Макс То есть, вот ты понимаешь, что у нас казнь через два часа А ты нас допускаешь на свободу? Я не могу в это поверить Я не могу в это поверить, что у нас свободу, что ли? Петух, мы тебя не забудем, когда выберемся Спасибо тебе, ты к твоему корешу огромное Да, жаль, что он не выбрался Но он фактически 30 лет рыл нам свободу Получается, для нас он действовал Получается, да Мы в долгу не останемся Мы встретимся с русским олигархом И обязательно попросим, замолвим за тебя, Собичка Уже едут, Рома, надо идти Едут? Блин, все, времени нет, нам нужно идти Доставай свой фонарик тогда Спасибо, петушара, вернее, петух Удачи тебе на зоне Так, все, я доставал фонарик Давай, открывай эти ворота И залезаем, получается, в канализацию Погнали Ну и что это за бокс номер 4 тут? Здесь, судя по всему, спуск куда-то идет Может быть, в канализацию тюремную Но он нам обещал туннель, который рыли 30 лет А это явно не он Это точно не туннель Слушай, тут очень много всего Не знаю, туннель мы найдем или нет, конечно Давай, спускайся Главное, не наступи в какое-нибудь говно От которого не отделаешься потом А тут все дерьме Тут все воняет, плесень Да, он нам сверху что-то капает моча какая-то Ужас, ужас Слушай, ну он сказал пробежаться нам по туннелю И, мол, там впереди мы найдем тот самый Ту самую пещеру, которую рыл какой-то зэк Пещера Подожди, ты слышал вообще историю? Он рыл 29 лет и 11 месяцев Когда его посадили на 30 лет Его оставался месяц, а у него случился сердечный приз Да, это ужасно, это ужасно Но он уже все, он уже в могиле Главное, что мы можем попытаться свалить по этому Главное, я очень надеюсь, что нас не предал вот этот вот петух-качок Потому что он мог отправить нас просто по ложному следу Нет, 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 я не думаю Потому что мы для петуха сделали очень многое Он нам благодарен очень сильно Так, вижу, вижу тоннель Кого видишь? Это он? Здесь решетка, как прозалезешь? Да, блин, не вырвал бы он это за 30 лет Это бред, нам надо искать, знаешь, какой-то такой самодельный туннель Маленький, узенький Слушай, ну ты понимаешь, что он... Я вижу свободу, смотри Где? Наверх, наверх, сюда иди Вот, смотри, там, видишь щель? Отсюда видна небо Свобода Да, кстати, да, кстати, вижу впереди Туда не пролезть, к сожалению, блин Ну смотри, он 30 лет рыл, возможно, это он все сделал здесь Ты бред Он что, строителем 30 лет тюрьмы работал? Я не знаю Давай без жуток Ищем, ищем тут тюрьмы И граффити он тоже рисовал Слева граффити он рисовал Ну это, видать, очень старая канализация тюремная Очень, очень старая Да, я согласен Главное, чтобы охранники никакие нас не услышали здесь Это кто? Это кто сидит? Эй! Эй! Он живой вообще? Да, шо? Может быть, тюрь какой-то Вы кто такие? Вы назвали? Ой, или он нас назвал? Ну вы же меня назвали Вы кто такие? Меня вас хочется спросить, что вы здесь делаете? Это тюремная канализация Ну, смотрите Я тут уже Живу пару лет И я заблудился тут Не вижу Пути на спасение А почему вы не вернулись? А почему вы обратно не вернулись в тюрьму? Я заблудился Я не знал, когда вернуться А, ну можем вам показать дорогу, куда идти Вот смотрите Идете, значит, туда прямо Залезаете по лестнице наверх И вылезете в тюремный двор Я не хочу в тюрьму Не надо мне в тюрьму А как вы узнали вообще про это место? Ну, мне рассказал один, один, один такой авторитет в тюрьме Это, он получается не только нам рассказал? А вы случайно не помогали здесь одному человеку строить кое-какую пещеру? Нет, я не знаю Не, не помогал А вы, может быть, слышали такого человека с кликухой петух? Да, да, вот, вспомнил Это он мне рассказал про это Честно, я порадую А как вас зовут, напомните? Меня? Бомж А, он, кстати, передавал привет бомжам Говорит, если увидите бомжа, передайте привет А, ну взаимно Это кликуха ваша, да? Не знаю Ну, на данный момент, да Черт, по-моему, ну-то туле не было Ну, она вам очень подходит, я соглашусь Качок, видимо, знал, что вы будете бомжом Слушайте, ну мы ищем, в общем, пещеру Нам нужно выбраться на свободу У нас сегодня смертная казнь Нас должны казнить уже через час Нам нужно как можно быстрее свалить из этой тюрьмы А не хотите с нами? Мы вместе можем Хочем, конечно, пойдемте с вами Я не хочу в этой консультации уже сидеть А что вы кушаете? Крысок, наверное, да, здесь? Воду пью Воду пью Ну, я не уверен, что это вода чистая, конечно Да Я тоже там не до конца уверен А вы за два года здесь знаете все ходы и выходы, да? Кроме пещеры, которые нам надо Нет, 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 я не знаю здесь Ни ходов не выходы Макс, смотри Смотри, тут слева какой-то туннель начинается Может быть, нам туда и надо? Да, давай Здесь, кстати, проломлена решетка, как можешь видеть, да? Да, кстати, ее опрокинули А вы сюда ходили, нет? Не, не, не ходи еще Почему за два года вы здесь сюда не ходили? Мне непонятно Я два года пилоту Добавился сюда А вы добрались за где-то секунд пятьдесят Я вам так скажу, беглец из вас не очень Ну да, согласен Ну ладно, будем идти, посмотрим, друзья, куда нас приведет этот тоннель Надеюсь, какую-то лучшую сторону Потому что я хочу выйти, я хочу видеть небо Ох, ну что ж, друзья, Макс Ты в это веришь? Мы, кажется, добрались все-таки до той самой пещеры, по которой нам рассказывал петух Я в это верю, только не понимаю За хрена ему рельсы здесь нужны были И на хрен их здесь построил? Ну, возможно, он здесь катался Туда и сюда Все-таки строить пещеру было тяжело Ой, меня больше волнует, откуда он взял эти рельсы Тут и свет был, я смотрю, кабели Тут и бочки с алкоголем Мне кажется, знаешь, как он это делал? Он ломал кровати и делал из кровати рельсы Возможно, возможно Только он ими воспользовался или нет? И где вот эта вот каталка сама? А еще воровал столовые вилки и делал из них кабели Ну я не знаю, кто вообще все это дело построил Ей богу, ты что, разлет линия, что ли? Капец, ты бобери Ты же понимаешь, что 30 лет он строил? Это же не 5 метров Ну да, он всю свою жизнь строил, блин Я еще тогда не родился, когда он это дело строил Да? Ну, нет Ничего себе Обалдеть Условно, условно, но стрёмно здесь Вдруг это все сейчас обвалится Мы сейчас, блин, на кругу винах Он не знает, куда поворачивать На этой развилке Я без понятия, мы же здесь первый раз Ну, идем просто по рельсам Направо давай Какие-то коробочки Какие-то коробочки Да, мы идем, все правильно А может быть, это выход? Может быть, это выход, а? А там тупик, я вижу Там ничего нету Наверное, он типа не туда свернул Я не вижу, там завал Там завал, скорее всего Возможно, там почва твердая была И он не мог пробить Может быть Вот это все Может быть Ну, как далеко нам по этой пещере идти? Ну, хотя вход это и есть выход Блин, темно, конечно, очень сильно Вот это вот тупо, конечно Но бомж ведет нормально Надеюсь, все будет нормально Бомж, слушай, бесстрашно Идет прям так в путь Сколько алкоголя Сколько алкоголя он тут выпил Пока строил это все Ну, это надо крепкую психику иметь Чтобы построить подобный туннель По которому мы сейчас Выбираемся Хвала и уважение этому человеку Потому что это стоит того На самом деле Очень здорово Что он смог И такое построить И мы воспользовались Этим туннелем Причем Только по предложению петуха Если бы мы не познакомились С петухом Например, познакомились бы С чмом Думаю, мы в этот туннель бы не попали Вы уже сидели бы На электрическом стуле Ведь наша казнь должна Сушей Наша казнь должна начаться Прямо сейчас Нас же потеряли, получается Сейчас будут искать там У нас уже казнили Конечно, люди Рыли вдвоем Вот этот туннель Да и вообще Один человек его рыл, наверное Но нам поторопиться бы Нас сейчас, наверное, искать уже будут О, крокодил! Вау! Крокодил! Это не крокодил, это пума Это кица, это кошка, кошка Уди, 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 уди Нефигай себе! Нефигай себе! Бери кошку, убери! Бей ее, Рома, быстрее! Бей ее! Бомжа, 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 идея! Пусть бомжа грызет! Пусть грызет бомжа! Он вообще дерется, он нормально все Все, он отвлек ее на себя Блин, ты очень не пыталась Он отвлек на себя кошку Она нападает на него Давай, иди его спаси, Рома, быстрее! Да как я его спасу? У меня только фонарик есть при себе Она загрызла его! Она загрызла его! Быстрее ищи стул! Пусть стул сюда принесут! Быстрее! Она сюда идет! Надеюсь, она тебе пойдет! Ладно, давай, вдвоем нападем Я думаю, она потеряется, дезориентируется Я постараюсь сейчас запинать Манее! Получай! Нож! Надо было нож брать! Я иду помогать! А у тебя гонщик-то есть с собой? Я иду помогать! Нету, мне ни грына нету! Иди отсюда, кошка грязная! Уйди, уйди! Бей ее! Она сейчас топадет от меня! Давай! Кусает! Ну! Сдохни, гребаная кошка! Она орет! Она очень громкая! Ну! Сдохни, сдохни! Все, она упала! Провалилась аж под землю! Блин, она бомжа загрызла! Она бомжа загрызла! Его реально загрызли! Ну знаешь? Я не знаю, где бомж! Будем считать, что теперь нам в этом побеге помогли три человека Петух показал место Тот его друг рыл туннель А бомж стал жертвой пумы И мы спокойно прошли ее мимо Фух! Если бы не бомж, то скорее сюда Она, видимо, его загрызла В силу потратила А мы просто ее добили А у нее же сил не было на нас Мне интересно, откуда здесь взялась пума? Если тут была пума Значит, мы уже близко к выходу Где-то там впереди выход из этой пещеры Она защищала, наверное, свою семью Здесь живет семья пумы О, господи! А вдруг еще сейчас прибегут? Я голодный, я голодный Я с удовольствием кого-нибудь съем сейчас Там сзади звуки Мне кажется, сейчас еще толпа прибежит Да? Ладно, все, давай ускоряемся Я вижу! Я вижу выход, Макс! Смотри! Где? Вон, вон, прямо перед нами Свет! Это свозит! Я уже чувствую воздух, который оттуда поступает Друзья, мы на свободе Не верится! По-настоящему Оболзеть! Свобода! Круто! Просто круто! Что? Какого хера? Не стреляйте! Не стреляйте! Не стреляйте! Не стреляйте, пожалуйста! Что за фигня, Макс? Какого хера? Что за фигня? Так, ну что, аж два дня стояли, ожидали, кто же думали, кто же пропал этот туннель Два дня не стояли В конец появились Сто двадцать семь километров, это как вы умудрились? А мы заблудились, мы туалет искали в тюрьме А где туалет в тюрьме, не подскажете, а сейчас казнить должны Сказал, сто двадцать семь километров Да, мы шли несколько часов, это действительно так Ахренеть! Я думал, мы... Это за тридцать лет! Это за тридцать лет! Они ждали нас! Они два дня назад обнаружили этот туннель грёбаный, ты понимаешь? Что это получается, они должны были поймать того козла Поймали вместо того козла нас Как они удивляются, что мы за два дня вырыли 125 километров Это бред вообще Я устал копать, да А это он копал, и да Ром в двери посадил, и человека в неё А можно меня в тюрьму, это он копал Блин, Рома, нас и так казнили бы Нас и так казнили бы Ну может быть, нам теперь, по крайней мере, дадут хоть какое-то время пожить дополнительно Ну что ж Да Слушай, ну я хотя бы рад единственному Мы Мы с тобой насладились Мы с тобой насладились хотя бы Двумя секундами свободы, ты понимаешь? Ну почему двумя секундами? Мы пока будем ехать в участок Сможем полюбоваться Как тут жизнь на свободе вообще протекает Да, красиво Красиво, друзья, на свободе Надоели эти решётки, конечно Здорово Я уже забыл, как трава выглядит Я думал, трава жёлтая Она вон, зелёненькая какая Да К сожалению Ребята Недолго радовались Нас всё-таки поймали Я так понимаю, что сейчас нас казнят А у нас, получается, двойная казнь какая-то будет, да? Я не знаю Может быть, нам новый суд устроят И будут уже судить по тому, что мы сбежали из тюрьмы Нас ведь везут не именно в тюрьму сейчас А в полицейский участок Угу Кстати, может быть, эти копы даже не знают про то, что у нас казнь Они ведь ждали совершенно другого человека два дня Стояли там Сидели, передели Прикинь, мы с тобой пробежали 127 километров в подземелье вместе с бомжом И бомж чуть-чуть не дошёл буквально до свободы Да, ему не хватило пару километров Злая пума Да, ребят, судьба складывается не в нашу пользу Уже были буквально в миллиметре от свободы И здесь на ловили копы Совершенно другого преступника Попались вместо него мы Идёт чёрная полоса какая-то у нас русская в Америке Но ничего Насладимся немного свободой Мы, по крайней мере, можем порадоваться тому, что не умерли сегодня Умрём так в другой раз А как кажется, история на самом деле вы сможете узнать в будущих сериях А самое главное, заходите играть на RadomirRP2 сервер Качайте лаунчер, вводите мой промокод MRK И давайте развиваться вместе У микрофона был MRK, MaxD Ставьте лайки, всем хорошего настроения, удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok